В клубе справительной колонии номер два, который находится в Новоульяновске, шумно и людно. С самого утра заключенные сотрудники учреждения трепетно ждали начала спектакля Ульяновского драматического театра имени Гончарова «Оскар и Розовая дама». Один из представителей общественного совета, Фомин Сергей Анатольевич, выступил с предложением. Он у нас часто определенные инновации вводит в наш план работы. И вот его была идея попробовать поработать с нашим театром. Мы эту идею поддержали. Состоялась небольшая рабочая встреча. В ходе рабочей встречи мы решили провести сегодняшнее мероприятие. Звонок, тишина и занавес открывается. На сцене появляются два героя, которые не играют, а проживают жизнь на сцене. Сюжет спектакля прост и в то же время необычен. Современный французский автор Эрик Эммануэль Шмидт написал новеллу о 10-летнем ребенке, которому осталось жить совсем немного из-за страшной болезни, рака. Это спектакль о сильном маленьком человеке, о его воле к жизни и о розовой даме, которая помогла мальчику прожить целую жизнь за 12 дней. Спектакль о милосердии, спектакль о надежде, даже тогда, когда ее, казалось бы, нет и быть не может. А мы его создаем так, что все равно есть выход, все равно есть капелька, маленькая капелька, но есть надежда. И есть во имя чего жить, есть во имя чего трудиться и есть во имя чего оставаться человеком. Полтора часа пролетели как одно мгновение. Осужденные в полной тишине наблюдали за действиями на сцене, а после финала не смогли сдержать эмоций и аплодировали стоя. Спектакль был очень интересный, очень интересная идея о том, что творится у каждого из нас в голове, происходит монолог самим собой. То есть, я думаю, каждый представил себя и каждый не раз бывал в такой... Ну, все мы думаем внутри своей головы, какие-то мысли потоки проходят. И просто замечательные актеры очень хорошо показали наглядно, то есть, как это все происходит, очень было интересно наблюдать. Это не разовая акция. Руководство Федеральной службы исправления наказаний России по Ульянской области планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Ульянским драматическим театром. Будем надеяться на то, что актеры еще не раз появятся в справительных колониях региона, чтобы подарить заключенным возможность прикоснуться к искусству. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды.